Здравствуйте! С вами Марина Романюк и программа «День города». Смотрите в выпуске. Грант на княжество в историко-археологическом музее рассчитывает на что-то грандиозное. Негатив из соцсети. Фото якобы очередей в новом онкодиспансере стало темой на правительстве. Печка для горячей точки. Рязанские кузнецы нашли способ увеличить КПД обогревателей для бойцов СВО. В этом году фонд поддержки и сохранения культурного наследия в партнерстве с историко-архитектурным музеем-заповедником получил поддержку президентского фонда культурных инициатив на реализацию выставочного проекта «Княжество Рязанское», который авторы задумывают как нечто грандиозное. Великое княжество Рязанское – одно из крупнейших государственных образований Руси в XII-XVI веках – занимало обширную территорию по берегам Аки, Прони, Раново, а также Воронежа, Мокши и Цны. Сегодня эти земли входят в состав разных регионов Центрального федерального округа. Княжество Рязанское пока это княжество Рязанское, но потом замокнемся на что-нибудь пошире, побольше. Это наш первый опыт. Проект призван показать развитие Рязанского княжества через историю отдельных рязанских городов, многие из которых уже перестали существовать. А для реализации проекта будут экспонированы в основном археологические находки, которые покажут быт, ремесла и занятия наших предков. В рамках проекта планируется интерактив. Например, можно будет примерить целый женский образ из средних веков или сесть за гончарный круг и изготовить предмет по методам древних гончаров. Мне очень радостно открывать среди своих коллег и просто людей, незнакомых, причастность к нашей Рязанской земле. У фонда действительно уже есть опыт получения грантов. Этот грант мы получили благодаря сотрудничеству с президентским фондом культурных инициатив. И если раньше мы больше выигрывали грантов, связанных с именем Есенина, настала пора сотрудничать и с Рязанским историко-архитектурным музеем-заповедником. Экспонировать выставку планируют в Колумбинском и Зарайском Кремле, в Липецком и Елецком краеведческих музеях. А кульминацией станет выставка в стенах нового здания музейного центра в Рязани. Скандал в соцсетях по поводу якобы больших очередей в новом онкодиспансере получил внятное разъяснение от министра здравоохранения региона. Александр Пшенников на вопрос губернатора всю процедуру поступления больных буквально разложил по полочкам. Весь сырбур разгорелся вот из-за этого фото в сети. На нем якобы доказательство больших очередей в новом онкодиспансере. Разгон этой темы в пабликах вызвал недоумение у регионального Минздрава. Понятно, что мимо этой темы не мог пройти и губернатор. Информационный вброс был тут же развенчан. По правилам онкодиспансера вновь прибывшие пациенты сдают анализы, по которым принимается окончательное решение проводить химиотерапию в этот день или нет. На этом акцентировал внимание губернатор Александр Пшенников. Рисковать жизнью больных врачи не будут. Проведение химиотерапии это нерелевантно забор крови на глюкозу. И для того, чтобы начать проводить, мы все равно должны убедиться в ее безопасности. Поэтому если по анализам лаборатории пациент не подходил для этого, то в любом случае этот момент оттягивается вправо до полной фиксации того, что это ему безопасно. Поэтому вот здесь мы работаем над этим моментом. Есть у нас определенные сложности, в частности по понедельникам, когда у нас то же самое. Если мы можем оформить госпитализацию в течение дня на лечение, то мы получаем 80% пула госпитализированных пациентов в одно время, это 8 утра. И это ситуационная очередь, с которой мы работаем. Основная задача нам максимально увести оформление истории болезни в цифровой формат. Всех пациентов без исключения врачи-онкодиспансеры регистрируют в специальной системе, где есть показания по 3 дням, 14 дням. Активнее станут работать районные больницы. К декабрю эта система должна заработать в полную силу цифровой формат, снимет все даже подозрения на очередь. Но пока что есть легкая неразбериха. Впрочем, пациентов персонально убеждают приходить прямо к назначенному времени, а не за 5-6 часов до начала процедуры, чтобы не возникало той самой очереди. Напомню, что партнером программы «День города» является выставка продажи «Икра и рыба Камчатская» в Рязани у торгового центра «Премьер» до 5 ноября включительно. Улица Почтовая стала местом проведения выездного совещания руководства Рязанского ОМВД. Основной вопрос – охрана общественного порядка. Участники выборочно навестили несколько досуговых заведений на улице Почтовой, где проверили работу тревожных кнопок и организацию охраны. Наши граждане должны знать четко и понимать, что в нашем городе безопасно. А те люди и граждане, которые проявляют себя негативно со стороны, находясь в этих увеселительных заведениях, они могут проявить себя в других местах. Вместо рабочего кабинета – площадь Ленина. Но для полковника полиции Дмитрия Григорьева ничего необычного. Выездное совещание на Почтовый – шаг нестандартный, но весьма действенный. Доклады идут по очереди. Рейды, дескать, проводят парно пятница-суббота. Нарушители общественного порядка есть. Единственное – патрули бы увеличить. Улица Почтовая, улица Мюнстровская, улица Горького, улица Ленина, улица Соборная. Открыт маршрут патрулированного наряда, отдельно срезерного батальона. С учетом сложившейся вот этой обстановки, наряд дорожных патрульных служб в вечернее и ночное время будет здесь на постоянной основе. Вся информация, опубликованная средством массовой информации о наличии какого-либо здесь транспорт, она проверяется. От доклада к докладу просьбы остаются те же. Увеличить бы патрули. Например, усилить сотрудниками из других районов и привлечь, например, тех же дружинников, чтобы рейды были совместные. А камеры видеонаблюдения будут в плюс. Участники совещания выборочно посетили несколько заведений на улице Почтовой. Там они проверили работу тревожных кнопок. Полиция напоминает гражданам, если вы стали очевидцами противоправных действий, прежде всего следует обращаться в органы внутренних дел для своевременного пресечения преступлений и правонарушений. Ноябрьских изменений в правилах дорожного движения нет, как нет и повышения каких бы то ни было штрафов. Однако новости, которые знать водителям нужно, все же присутствуют. То, что некоторые инспекторы иногда называют куском тряпки, в сертификате значится как детское удерживающее устройство. Массовому потребителю оно и вовсе известно как бескаркасное автокресло. В правительстве не раз поднимался вопрос о запрете такого рода удерживающих устройств. Причина? Из-за его дешевизны родители покупают устройство для оправдания перед сотрудниками ГИБДД. Дескать, в сертификате же написано автокресло, так что юридически все правильно. Потому и хотят в правительстве ужесточить требования к детским автокреслам. Задачу поручили Минпромторгу. Дедлайн 15 ноября. Первыми под ужесточение требований как раз и попадут бескаркасные автокресла. В правительстве говорят, что по результатам тестов лямки этих автокресел при резком торможении просто рвутся пополам. Ни о какой защите позвоночника и головы речи не идет. К вопросу оплаты. До конца ноября водителям необходимо оплатить транспортный налог за прошлый год. Крайний срок 1 декабря 2023 года. Со 2 числа неуплаченная сумма будет считаться задолженностью, так что на нее начнут начисляться пени. Штраф за непристегнутого пассажира по-прежнему актуален. Заработало правило в сентябре, когда нейросети научились выявлять и тех, кто едет без ремня на пассажирском сидении рядом с водителем. Автомобилистам уже приходят штрафы по статье 12.6 Кодекса об административных правонарушениях, но пока только в Москве. Эксперимент этот признан успешным и умные комплексы хотят внедрить и в регионах. Другой важный вопрос – сезонные шины. Пока с погодой не угадаешь, переобуваться или нет, штраф за несезонные шины уже вступил в силу. Звучит он просто – летом на летней резине, зимой на зимней. И зимними месяцами считается как раз декабрь, январь и февраль. Так что фактически пока штрафа можно избежать. Однако о собственной безопасности тоже стоит подумать заранее и переобуться, если того требует погода. Рязанцы модернизировали блиндажные печи для бойцов СВО. Предметно нашим бойцам там волонтеры старой кузни помогают с октября прошлого года. За это время на передовую они отправили уже порядка двух с половиной тысяч печей. Новая модель, говорят кузнецы, придется ребятам по душе. Умыть лицо и руки, вскипятить воду для чая, да и просто согреться. Новая печь от рязанских кузнецов сделана по технологии, и вместившей в себя сразу несколько полезных функций. Вадим Дыкин рассказывает, с наступлением холодов, такие вот устройства в блиндажах станут просто незаменимы. И вот в эту субботу мы взяли, во-первых, у нас новая печка была вот такая вот, большущая, вы ее помните. Стали делать маленькие. Первые попросили морпейхи, ребят, каскадовцы. Мы им сделали маленькие. Она легкая, удобная в переноске, в перевозке, при передислокации. Ну, а потом решили надеть на ее бак по типу бойлера. И сделали как для невысоких блиндажей, вот на горизонтальной, так и для высоких подвальных помещений. Печь с горизонтальным бойлером нагреет воду всего за полчаса, с вертикальным примерно за час. Каждая емкость объемом 40 литров. Конечно, кузнецы еще будут дорабатывать новую модель. Появятся и так называемые малолитражки. О том, какие печи в обиходе удобнее, расскажут сами бойцы. С ними связь здесь поддерживают постоянно. По словам волонтеров, в перспективе запустить производство как минимум на 25 таких вот конструкций в неделю. Правда, пока постоянных активистов в этой кузне всего пять. Чтобы нарастить объемы производства печей, нужны еще добровольцы. Я жил в частном доме в свое время, в деревне. Сварка, любой слесарный инструмент – это первое дело у нас. Все своими руками приходилось делать. Работал на предприятии, где постоянно работали сваркой. Сам сварщик сейчас на заводе работаю, вторая работа у меня сварщиками работаю. А в свободные выходные дни работаю здесь на благо. Помогаю, потому что на ИСО надо помочь ребятам. И брат у меня там находится сейчас, в зоне боевых действий. Поэтому ради него и ради его пацанов помогаю им. Помочь можно и материалами. Подойдут трубы разных диаметров, пустые газовые баллоны и просто металл. В старой кузне будут рады любой помощи. Ведь каждый здесь радеет за общее для нашей страны дело. Кристина Вочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Самейн, Самайн, Самхейн. Под такими названиями ранее был известен современный западный праздник Хэллоуин. Кстати, в Госдуме рассматривают возможность вести взамен Хэллоуина новый праздник «День жутких сказок и историй». Ведь праздник, несмотря на запреты, занял свое место в сердцах людей. Тем более, что и в славянской культуре был подобный. Велесова ночь, которая также отмечалась в ночь с 31 октября на 1 ноября. Где-то на перекрестье трех дорог каждый год в ночь с 31 октября на 1 ноября стоит великий бог Велес. Силен всемогущий, но и ему тяжело придерживать каменную дверь, которая этой ночью черной соединяет три мира. Наступает пора междумирья, когда истончаются границы, умирают и обновляются миры. Стирается грань между добром и злом, стихии перемешиваются и воцаряется хаос. До первых петухов врата эти бывают широко распахнутыми и проходят через них сонмища душ, духов, призраков и всевозможных сущностей. Колесо года это назывались все эти праздники. Это было осеннее-весеннее равноденствие и летнее-зимнее солнцестояние. Но при этом еще были вот такие вот поворотные точки года, как, например, Бельтайн. Это был 31 апреля, с ночи с 31 апреля на 1 мая, так называемая Вальпургевая ночь. И вот Самхейн, ночь с 31 октября на 1 ноября. Во многих традициях это своеобразный Новый год. Главный праздник во всем – колесе года. Он символизирует торжество вечной жизни, смерти, перерождение вселенной. И знаменует смерть лета и приход зимы. Скот пригонялся со всех полей. Все собирались в одной общине. И все, кто не успели прийти, считались погибшими на тот момент. Потому что если тебя зима застала в дороге в Северной Европе, это равносильно гибели. Реки застывали, как бы все замирало до весны. Хорошо, если тебе удавалось где-то отсидеться в городе. Зимой один в тех краях ты фактически не в состоянии выжить. И вот когда скот пригоняли, урожай собирали, смотрели запасы вообще зерна, фуража, чем будем кормить скотину, всех тех, кто лишний, мы тогда убираем. В эту ночь последний раз позволено душам умерших в течение года навестить живых. С древних времен хранится традиция редиться в эту ночь, чтобы души врагов не узнали и не причинили зла. Для отпугивания темных сил из солнечных оранжевых тыков делали страшные маски, внутри которых зажигали свечи. Но в эту же ночь легче всего спуститься в подземелье своего подсознания и обрести силу, если преодолеть страхи. На этом у меня все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова